Вопросов несколько, они довольно-таки интересные, но я возьму себе один вопрос, потому что нечестно, потому что нечестно, потому что не другие. Вы часто упоминаете о том, что тёмные силы с подскому фляжу прикидываются светлыми. Из многих источников я узнал, что если таких существ честно, чётко спросить, насколько процентно оно светоносно, то оно должно ответить только правду. Так ли это? Если да, то на каком законе оно основывается? Во-первых, если вы честно спросите вора, воровал ли он, понимаете, да? Когда будет отвечать честно, когда безвыходное положение, когда уже его поймали, вора, и вор, так сказать, деваться некуда. То есть для того, чтобы он вам ответил честно, он должен будет вас бояться. А так, они лгали, лгут, и если бы так не было, очень многих проблем не возникало, потому что людям приходят, обманывают их, сообщают, что они такие-такие-такие-то, сообщают им сведения, которые полностью лживы, и никто не боится, до сих пор пока не поймают. Дело в том, что почему, по идее, существует закон, что камуфляж, в принципе, в космосе считается весьма серьёзным преступлением, но это преступление считается для светлых сил. То есть, если кто-то решил, ну, например, солдат взял и одел генерал, мундир генерала, да, и приходит, начинает командовать. Одно дело, только в космосе, здесь это возможно, понимаете, почему, да, у нас на земле. Такое бывает, и не только солдаты. Дело в том, что там, в иерархии, допустим, генеральский мундир, скажем так, условно скажем так, это не привилегия, это ответственность. То есть, если ты такой мундир имеешь, ты отвечаешь за то-то, 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 и отвечаешь по полной катушке, своей жизнью и так далее, и так далее. И поэтому, если кто-то решил вдруг пошутить и надеть чужой мундир, скажем так, камуфляж создать, то это карается смертной казнью, в каком плане, не в таком плане, а раскручиваемой сущности. Потому что такое действие чревато большими последствиями. К примеру, появляется кто-то в генеральском мундире, даёт приказ, который приводит к катастрофе крупнейшей, гибнут десятки цивилизаций, к примеру, да. Разве такое допустимо из-за того, что у кого-то амбиции, желания поносить чужой мундир? Недопустимо. Поэтому у светлых сил существует закон, что кто-то, если пытается такие вещи сделать, то это наказывается раскручиванием сущности до точки переискажения сознания. Если одно искажение с самого начала, до нуля. А если, например, в точке возвращается в той точке, с которой сущность пошла не туда, и начинает за другой идти, второй шанс даётся. Как раз и чёрные всегда и пользовались тем, что, когда представители светлой цивилизации привыкли и в течение многих миллиардов лет, и сотен тысяч, миллионов лет, и менталитет сложен так, что никто не врёт, никто не обманывает, то, так сказать, попадались очень часто на этом. Потому что когда чёрные приходят, надевают камуфляж, то есть та сторона даже не думает, что такое возможно, потому что считает, что это такой идиотом может быть полнейшим, чтобы такое делать. Естественно, принимают за чистую монету. И часто это приходилось расплачиваться большими последствиями, приводили, потому что чёрные, благодаря этому, проникали, не терялись и так далее. Чем хоть далеко наши предки. Посмотрите, что позволили. Терпимость была. То есть человеку можно было веровать во всё, что угодно, да? Никто не запрещал. С одной стороны, правильно, да? А с другой стороны, это правильно до тех пор, пока, с моей точки зрения, пока ты во что-то уверил, лично ты, ты имеешь право. Но если начинаешь навязывать это другим силой, вот это нужно пресекать. Наши предки это не сделали. Что получилось? Была уничтожена культура, было уничтожено много чего. Не всё, правда, но очень многое. Когда насильственная хронизация была и так далее, и так далее, когда уничтожались, кольца, до крещения Русь на Западе, в Западной Европе называлась страна Гарардика, то есть название, то есть страна городов. То есть на территории Киевской Руси, хотя я только часть, было 300 городов, после чего осталось 30, после крещения. Вы думаете, почему было придумано Маломолдазарское игорь потом? Как вы думаете, для чего? Нужно было объяснить как-то. Каким образом население так сильно уменьшилось? Каким образом цветущая страна превратилась в какую-то убогую? Вместо 300 городов осталось только 30 городов. Вот и был придуман Маломолдазарское игорь, которого никогда не было. И даже вот я читал даже традиционных историков, книга выпущена была недавно, в 2009-2008 году, это очень не помню. Так вот они там сами говорят, что никакой объективной информации о существовании так называемой золотой рты нет, это фикция. То же самое повесть о Мамаме и Побоище, знаете, слышите такое, да? Существует порядка 200 копий, которые сильно друг отречаются, но нет оригинала. Это забавно, да? Оригинала нет, но копии есть. И все от другого отличаются. То есть, не говоря о том, что, вот я уже говорил недавно, что у меня есть один экземпляр первого издания британской энциклопедии 1771 года. Так вот, в этой энциклопедии говорится, что самая большая страна мира, Русская империя или Великая Тартария, которая начинается за Урвайским хребтом. И занимает большую часть, почти всю Азию, большую часть Америки и так далее. Великая Тартария. А в 75-м году, по 75-му году, в других изданиях уже вообще, что этой страны нет, никогда не существовало. И вот в первом издании британской энциклопедии пишется, что, так сказать, Московия или московская Тартария существовала. То есть, это обломок страны был, отколовшись. Не более того. А потом исчезло все, что никакой этой страны никогда не было. Но вы где-то читали в каких-то официальных источниках, что до 1775 года, то есть чуть больше 200 лет назад, была Русская империя, которая была именно не перед Уралом, а за Уралом. И что большая часть Америки именно входила в эту империю. И она доходила до Китайской стены как раз. И Северная Индия, Тибет входили в эту империю. Наверное, никто не читал в истории такой, да? Странно, да? И главное, что эта копия, которую я имею, это не единственная, их довольно-таки много еще изданий британской энциклопедии. Наверное, будет после того, как я сообщал, почищать. Но уже навряд ли сделают это полностью. Следующий вопрос.